друзья всем привет сегодня расскажу как на самом деле работает вот эта вот конструкция из 84 пластин нержавейки и расскажу для чего она нужна в банной печи погнали конструкция это называется парогенерирующей кассеты производства ферингер состоит из восьми десятков пластин нержавеющей стали нужным образом изогнутых и собранных вместе в комплекте каждой кассете идет вот такая воронка с гофрой для подачи воды это гофра устанавливается сверху кассеты и подает на нее воду а вода перетекает сверху вниз с одной пластины на другую но пока кассета холодная конечно в банную печь ферингер можно установить до трех парогенерирующих кассет с каждой стороны топки и сделать отдельную подачу воды в каждую такую кассету при горении в печи стенки топки сильно раскаляются и передают тепло на кассеты плотно прижатые к этим стенкам кассеты могут нагреваться вплоть до 600 700 градусов и очень быстро восстанавливаться от стенок топки перерывах между подачами воды вода по гофре попадает на самый вверх кассеты там она частично испаряется частично перетекает на ниже расположенную пластину так как пластин в кассете аж 80 с лишним штук и все они очень сильно нагреты одна такая кассета может испарить много воды если же кассет 2 или 3 то чередуя подачи воды между кассетами можно получать сколь угодно много хорошего пара из банной печи здесь хочу отметить что чаще всего я лично испаряю пару ковшей с одной кассеты потом даю отдохнуть и переключаюсь на другую кассету но иногда я беру ту самую кружку с отверстием который рассказывал в недавнем видео наливая в нее одну целую четыре десятых литра воды и вся эта вода испаряется с помощью одной кассеты часть воды под конец наверняка протекает через все 84 пластины в кассете и попадает на дно каменьки но я особо этого не замечал и это не мешало как-то моим парением поэтому я сделал вывод что при такой постепенной неспешной подачи воды с одной кассеты можно испарять литрами закрытая каменка банной печи над кассетами заполняется большим количеством камня который хорошо разогревается за время подготовки бани и полученный на кассетах пар проходит через все разогретые камни контактирует с каждым камушком дополнительно прогреваясь на выходе очень горячий но при этом мягкий и легкий пар то есть вылитый на кассету ковшик воды 200 миллилитров быстро превращается в 300 литров пара который заполняет всю закрытую каменку и доводится до идеального состояния прежде чем выйти в парную пар с кассет отличается от пара с камней и переносится легче то есть пар с камней он такой более жгучий и лично я применяю его тогда когда хочется ну пожестче да то есть чаще всего это в конце парений однако всегда есть возможность миксовать пар с кассет и пар с камней и получать такую смесь которая нужна в данный момент при этом кассеты из нержавейки принимают на себя весь удар по пароиспарению и камни не трескаются не пылят в дальнейшем что делает пар еще и чище после парогенерации кассета очень быстро восстанавливается от разогретой стенки топки банной печи используя попеременно несколько кассет можно получать просто кубометры хорошего горячего мягкого легкого и при этом чистого пара из банной печи вот и весь секрет до следующих видео всем пока